здравствуйте я рада вас приветствовать на своем канале сегодня мы продолжим работу над образом святого николы которую я эту работу я делаю на бумаге для тех кто меня смотрит впервые и мы работаем темперой то есть поливнилоацетатной темперой без добавления яичной эмульсии также на канале у меня есть плейлист в котором мы такую же икону делаем с добавлением яичной эмульсии на бумаге и эти видео у меня обучающие поэтому всем кому интересно подписывайтесь на мой канал следите за новыми видео и вы познакомитесь многими техниками живописи а сейчас мы продолжим работу и я взяла просто чисто развела просто белила и мы немножко еще поработаем над самыми светлыми местами вот это выпуклость на лбу у нас для того чтобы нам ее легче было изобразить мы представим себе частично ну как бы шарик немножко искаженный вот и по принципу этого шара мы будем прорабатывать вот форму на лбу то есть в целом нужно рассматривать голову в целом как шар и частично тоже какие-то мелкие детали мы рассматриваем с точки зрения тех геометрических форм которые они нам напоминают вот которым они могут быть ближе всего по своей форме это очень облегчает какие-то моменты когда мы вот моделируем форму предмет и обратите внимание я сейчас работаю такой полупрозрачной краской и просто у меня движение такие как бы я рисовала это простым карандашом вот это такая вот может быть техника рисования поливинилоцетатной темперой и ее тоже можно достигать очень интересных эффектов если как бы с ней подружиться и иметь некоторый опыт работы с этой краской потому что как любой материал требует какого-то навыка навыка привычки вот мы немножко так вот сейчас заходим может быть даже немножко больше чем нужно но мы еще будем моделировать другими цветами чтобы добиться наиболее такого высокого результата в своей работе я сейчас не делаю вот это как бы чтобы сделать побыстрее показать я делаю так как если бы я писала икону просто поскольку меня нет сейчас таких свободных иконных досок чтобы вам показать то я работаю на бумаге возможно я потом достану у меня есть незаконченные работы и мы какие-то процессы будем еще прорабатывать и я вам покажу на иконах иногда я вот кисть макаю краску но красочка у меня такая вот довольно жидкая вы же представляете что просто если у нас будет густая темпера она не сможет делать вот такие тонкие штрешочки тонкие переходы я сейчас буквально таким образом сплавляю а какие-то более грубые переходы я их стараюсь с помощью вот этих штрешочков сплавить и сделать более мягкими между собой я имею ввиду переходами между цветами потому что цвет заходит в цвет и получаются какие-то вот наслоение где-то у меня возможно вам уже не видно но у меня все равно просвечивает где-то этот красный цвет который я делала в начале возможно я возможно я какие-то места уже забила и их не видно но я еще буду их восстанавливать впоследствии за счет штрихования потому что как мы знаем темперная краска может может перекрывать то есть она довольно таки пастозно если вот делать много слоев или взять просто грубо закрасить вот в принципе очень интересно работать и этой техникой и той хотя конечно я больше привыкла к яичной эмульсии вернее к добавлению яичной эмульсии в темперные краски вот если где-то какая-то волосина с кисточки мы берем так пальчиком ее ну срываем но просто нужно это делать когда краски уже подсохли иначе можно сорвать предыдущий слой такое конечно тоже бывает но это можно уже там подрисовать но лучше не допускать вот здесь у нас мы прорабатываем надбровные дуги вот мы делаем здесь более плавные такие переходы потом позже а мы еще там кое-что тронем а еще раз напоминаю что вот эти изображения которые я сейчас показываю как их как над ними работать изображение святой николы они находятся в отдельных плейлистах один плейлист называется так и называется не помню точно не буду говорить точно не помню как называется но там указано что святой никола и поливинил ацетатная темпера и на другом плейлисте написано что это святой никола и натуральная темпера точно так же там у меня есть плейлисты в которых я показываю как нарисовать карпика ну это больше как упражнение упражнение для тех кто хочет вот освоить темперную живопись и там также подписано где у меня идет работа над карпиком просто поливинил ацетатной темперой и где я работаю с добавлением яичной эмульсии и кровью а и и и и и я вот так прорабатываю прятки волос и здесь есть та же премудрость что в рисовании гипса просто мы это же делаем цветными красками то есть я имею ввиду что если бы вот мы рисовали эту эту голову вот если бы мы рисовали голову которая была слеплена с гипсом и вы делали то же самое только это в цвете но премудрость здесь та же самая как если бы мы делали какой-то рисунок понимаете поэтому очень важно для того чтобы даже писать икону потому что как я неоднократно говорила бы тут мнение что для этого не нужны никакие знания особо секунды отец он и а и а и Продолжение следует... 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 Такие вот... Продолжение следует... 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 что здесь мы будем еще заниматься акриловой живописью мы будем изучать акрил потому что это также одна из темперных красок и она также представляет интерес сейчас очень такой обширный у многих и у меня есть опыт работы с этой краской и кроме того у меня есть ряд экспериментов которые проводила и я хочу с этим также поделиться на естественно что у меня не всегда получается по времени сделать то чтобы мне хотелось для вас сделать поэтому кому интересно набирайтесь терпения но я постепенно покажу вам и примеры как работать акрилом в плане описание и ком насколько мы поговорим насколько это приемлемо и в каких случаях это лучше использовать и и и и и и и и и с белилом работаю не потому что я его собираюсь так вот оставлять позже его не будет у нас почти видно ну просто вот идет проработка форм здесь немножко тоннельная слишком это посадим позже а 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 и Здесь усы у нас также имеют на своей плоскости больше света, поэтому мы их еще высветлим. Есть, конечно, варианты их делать более уплощенно. Мы это проследим на втором моем изображении, где я работаю натуральной темперой. Здесь можно работать по-разному, но просто смысл в том, что в любом случае вы должны понимать форму. То есть даже если вы делаете плоско, то потому что вы рисуете, видно, насколько вы грамотно подходите к процессу рисования. Мы светом как бы входим в эти пряди. То есть мы так вот между прядями работаем. И опять-таки я хочу вам порекомендовать посмотреть те видео, где я показываю упражнения с линией. Потому что вот эти навыки, они очень помогают в работе. И чем больше у вас рука, так сказать, послушна вам, тем легче и быстрее у вас все получится. Спасибо. 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 А сейчас я скажу честно, что я для себя сейчас эту технику немножко в каком-то смысле открываю именно в плане иконы. И вообще, то есть я хорошо знакома с ней, но какие-то вещи в иконе совершенно по-другому выглядят, чем, например, если я вырисовала пейзаж или какие-то цветы, что-то другое. Понимаете, здесь у меня уже есть определенный навык работы и мне как бы сложно перестроиться, поэтому сейчас у меня, возможно, есть какие-то там повторы, я не буду ничего убирать из видео. Поэтому я имею в виду, что какие-то процессы я повторяю и повторяю, а можно было бы просто, например, сделать это в один прием. Ну, это с одной стороны, с другой стороны, вот эта сложность, она также в процессе работы имеет свои преимущества. Если мы не торопимся, мы изучаем форму, мы моделируем, вот, и за счет вот этого нарастания слоев у нас получается все сложно и красиво. Продолжение следует... 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 водянистую краску и работаю штришками поэтому ваши навыки в рисовании вам в живописи темперной также могут очень пригодится потому что мазки мазками а штришки штришками то есть здесь разные есть варианты вот уже зависит от того что вы хотите и как вы планируете рисовать и конечно у каждого художника есть еще свой неповторимый стиль поэтому это также важно знать понимать и не расстраиваться если у вас что-то не получается а просто нужно еще проявить то что именно ваши потому что иногда еще кстати бывает так что и учителя если они у нас не совсем умелые они могут тоже у нас не помочь нам проявить а наоборот затолкать то что наше то что нам может помочь в рисовании могут направить нас немножко не в ту сторону поэтому здесь также нужно нужно определенные знания для выбора учителя себе или наставника я хочу снять по этому поводу видео более подробно и немножко позже здесь вот что я хочу сказать происходит такой эффект когда мы делаем много вот таких перекрытий красочных они нам дают тот же эффект приблизительно что и в том случае когда мы делаем плавив применяя яичную эмульсию понимаете вот тоже самое практически у нас все становится более гармоничным сбалансированным но здесь нужно также у нас иметь какую-то долю терпения чтобы работать с множеством слоев красочных потому что я знаю по себе какой-то период когда только вот начинала писать иконы мне хотелось скорее закончить и чтобы я вот у меня как-то так получалось что вдруг я видела у меня такие уже черные брови движки работа еще как бы находится на такой стадии когда все остальное не проработана или там нет разбора вот что ближе что дальше и получалась такая каша но мне повезло в плане того что не был человек который мог мне подсказать именно как художник и мне это очень помогло я потом начала понимать что нужно наслаждаться процессом рисования то есть когда вы наслаждаетесь процессом они торопитесь скорее 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 закончить тогда вы как бы не не пропускайте очень важные моменты все вот у вас идет таким как планомерно не спеша и результат тогда получается намного лучше чем когда мы торопимся это в общем в жизни как бы так в любом деле но поскольку икона да еще и созерцательный предмет вернее предмет созерцания поэтому здесь нужно быть особо осторожным с проявлением каких-то вещей которые ускоряют нас да очень схожая темперная краска вот поливнилоцетатная с акрилом вот если писать икону акрилом то это очень будет похоже я писала акрилом очень маленькие изображения ну как например я писала плащаницу акрилом и там был очень маленький лик я вам когда-нибудь расскажу и покажу на примере как работает с акрилом если вы хотите писать иконы акрилом потому что это конечно такой вопрос в обществе довольно таки непростой в отношении того чем можно писать икону чем нельзя писать икону но я бы сказала что в баконе все же главное образ остальное уже зависит от каких-то еще часто внешних обстоятельств мы об этом когда-нибудь поговорим если конечно вам эта тема будет интересно найдет отклик пишите комментариях что вам интересно потому что я пока просто вот снимаю видео и я не иногда не всегда знаю что кому интересно ну конечно меня иногда просят вот о чем-то но я не всегда могу выполнить эти просьбы если например мне говорят что просит нарисовать икону богородицы но я не закончила еще этот проект и мне по времени сложно это сделать хотя я с удовольствием бы это сделала то есть я не отказываюсь это сделать но а когда это будет я вот сказать точно сейчас не могу я сейчас так видите немножко прикрываем охрой практически все оставляю где-то самые светлые участки потому что наша форма имеет в общем форма это форма шара если посмотреть на голову в общем это форма шара но мы когда у нас эти например глазные впадины спорят а с контуром то уже нарушается эта форма общая форма понимаете очень важно прослеживать общую форму лика портрета то есть это законы вот здесь те же самые что если бы мы делали портретное изображение просто вот это нужно понять и кстати мне кажется что на иконе это даже легче понять в каком-то смысле чем когда нас учат рисовать портрет я потом вот собираюсь сделать еще видео на рисовальном канале где мы будем разбирать может даже это же легче не знаю еще и я покажу вот именно схему она от тонального распределения я не знаю что я неправильно сейчас сказала но в общем наверное правильно то есть потому что краска у нас же все-таки имеет тон значит мы будем говорить о тоне вот где-то я видите и пальцем помогаю себе сделать растяжку вот как и она ваше Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потом мы еще акцентируем какие-то детальки на волосах, на лике, то есть и движками. Но вот сейчас мы вот еще так все это посадим в кухорки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот самые такие моменты... Самые темные, самые светлые. Сейчас мы просто вот так вот все как бы усредняем. Но вы же видите, что у нас при этом все, при повторении этих процессов форма только становится лучше. То есть вот эта лепка формы у нас усиливается. Я думаю, что вот такие вещи очень полезно посмотреть тем, кто работает с портретом. Потому что я показываю, потому что я показываю, оно присутствует в обычной живописи, просто это нужно увидеть. Ну, видите, видите, она такая довольно-таки светлая. Но мне не нравится в этих красках то, что когда они просыхают, оно становится светлее. И вот эти мазки местами мне не нравятся. Просто, наверное, я уже как такая степень префекционизма, что ли, или привычка работать с яичной эмоцией. Ну, что-то меня смущает иногда, когда я вот вижу там эти мазки. Они не туда идут, там что-то еще не так высохло. У меня это немножко иногда драконит. Ну, и то же самое здесь, мы немножко работаем, мы пройдемся по каким-то местам, чтобы нам найти уже, чтобы нам прийти к какому-то конечному результату. Вот так. Ну, пока тапки остались. Спасибо всем за внимание, всего хорошего и до новых встреч.